Библейский портал экзегет.ру представляет 111-й псалом для библейского портала Экзегет Читаю перевод российского библейского общества Ну, предыдущий 110-й, он такой ровный, простой Я его назвал гимном Израиля Хотя это не единственный псалом, который можно так назвать Он объясняет, собственно, что главное в жизни человека А 111-й чуть более подробно Ну, да, мы, скажем, прочитав 110-й, все хорошо сказано А дело-то что? 111-й подскажет чуть более внятно Аллилуйя подзаголовок этого псалма, то есть хвалите Господа И следующий, и предыдущий тоже имеют такие подзаголовки Вот это аллилуйные эти самые псалмы Ну, действительно, их основная мысль это хвалите Господа А вот за что и почему, это уже содержание основной части псалма Блажен, кто благоговеет пред Господом, кто крепко любит наставления Его Могучим будет на земле потомство Его, род праведных благословен Слава и богатство Его семьи, праведность Его пребудет вовеки Для праведных и среди тьмы свет воссияет Господь милостив, щедр и праведен Кто милостив и дает займы, тот добр По справедливости вершит дела свои Вовеки не подшатнется, он вечно будет помнить о праведнике Не страшна ему худая молва, сердце его не дрогнет, ибо на Господа он уповает Спокойно сердце его не устрашится, восторжествует он над врагами Беднякам раздал дары, праведность его пребудет вовек Гордо поднимет он голову, зависть и посмотрит на это нечестивец Заскрежещит зубами и сгинет Желания нечестивцев не сбудутся Такой тоже очень простой псалом Ну ладно, веди себя хорошо, не веди себя плохо Это мы слышим с детского сада И здесь опять мы это услышали Но давайте чуть подробнее посмотрим Блажен, кто благоговеет пред Господом, кто крепко любит наставление его То есть речь не идет о том, чтобы исполнять Ну знаете, как налоги люди платят Это я в том числе Ну конечно нам не нравится это дело И мы стараемся, если можно, от этого законными путями уклониться Уклонение незаконными путями оставим для преступников Вот, а если есть возможность оптимизировать, мы оптимизируем А здесь кто благоговеет и любит наставление То есть кто это делает не по принуждению Если я не буду платить налоги, меня оштрафуют А по сердцу И это передается Могучим будет его потомство Урод праведных благословен Славы богатства его семьи Праведность его вовеки То есть это передается на земле по наследству Это может быть Здесь не сказано напрямую Праведность вовеки в каком смысле Может быть это переходит в вечность Хотя напрямую здесь О посмертном существовании ничего не сказано Ну хорошо, для праведных и среди тьмы свет воссияет Господь милостив, щедр и праведен А значит и ты будь таким Кто милостив и дает взаймы, тот добр По справедливости совершит дела свои То есть как делает Господь, так делай ты Он наделяет тебя дарами Наделяет дарами других людей Он позволяет тебе жить Так, чтобы и другие люди жили Во веки не пошатнется Он вечно будет помнить о праведнике Не страшна ему худая молва Сердце его не дрогнет Ибо на Господа он уповает Как я не люблю худую молву Когда какие-то гадости про меня говорят Но бывают иногда А не страшно, потому что на Господа надо уповать Люди все время болтают какую-то ерунду Сегодня болтают, завтра забыли А Господь помнит, Господь видит, что происходит на самом деле А потому спокойно сердце его не устрашится Восторжествует он над врагами Не могу сказать, что у меня много врагов Ну, бывают всякие неприятные ситуации А у некоторых настоящие враги Да, бывает так И вот, собственно говоря, повод для спокойствия Беднякам раздал дары Праведность его пребудет вовек Вот снова и снова эта тема Бедняки Как быть праведным? Много молиться, строго поститься Ну, есть про молитву, но не так много Про пост вообще там пару раз упоминается Во всей псалфере А вот про бедняков, которым надо помогать Практически в каждом псалме Вот, соответственно, масштаб Значимости тех или иных действий Гордо поднимет он голову Да, гордо поднимет голову Не тогда, когда добился Каких-то выдающихся результатов В бизнесе, спорте, политике В военных действиях А когда раздал беднякам дары Благотворительность Единственный повод гордиться Потому что здесь ты уподобился Богу Да, здесь ты сделал для других то Что Бог делает для всех людей Ну, и у нас все время на заднем фоне Этот самый враг, нечестивец, злодей, злоумышленник С завистью посмотрит на это нечестивец Заскрежеющий зубами И сгинет желание нечестивцев Не сбудутся Вот нам часто хочется Чтобы это произошло Прямо на наших глазах Чтобы ясно всем стало Вот это нехорошие люди Их Бог наказал А мы хорошие И нас он наградил Это не всегда так работает Но, по крайней мере Мы здесь видим, что Их желания не сбудутся Вот даже если здесь сейчас Они в каком-то смысле успешны То, что они хотят построить То, что они надеются сохранить Так или иначе разрушится И мы это действительно Много раз видели К сожалению, люди очень часто считают Что мерило успешности Это вот результат, полученный здесь и сейчас А вот 111-й псалом нам напоминает Что праведность, она остается в вечности А желания нечестивцев разрушаются Хотя здесь и сейчас Иногда бывают наоборот И об этом тоже многие псалмы говорят Ну и следующий 112-й будет таким Маленьким гимном Как рефрен Как припев такой Ко всем этим псалмам В том числе и к 111-му Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok